Как-то пытаюсь анализировать историю человека и человечества в целом, смотря на то, что, например, сколько люди не стремятся к какой-то умной жизни, они в итоге обретают в основном всякие геморрой, болезни, седину, лысину и прочую ерунду. А живые существа, живущие более естественную жизнью, видятся мне как более здоровые какие-то существа, те же животные или растения. Так идея вот в чем, живя жизнью умственной и все больше и больше в нее уходя, люди, как я наблюдаю, все время о чем-то думают, разговаривают без конца и по сути мало чего добиваются, как я уже сказал, в плане развития, либо совершенства своего мира человеческого. А думает человек или не думает, жизнь все равно будет происходить своим чередом. И тот же организм его все равно будет жить, все равно будет дышать, все равно будет есть, пить, ходить, как и все другие животные и живые существа. И более того, мне видится, что излишнеумство человек делает лишь то, что он погружает свое сознание в лабиринт мыслей, и из которого ему подчас очень сложно выбраться, то есть остановить этот процесс рождения по лабиринту мыслей. И еще в этом лабиринте он часто не находит того, чего искал, то есть какой-то благостной жизни, она находит лишь лабиринт разочарований и лабиринт страхов, ну чего-то такого, и вместо вот этого естественного присутствия в мире, он загоняет себя лишь... в какое-то отчужденное от мира состояние, где он надеется благодаря эго превзойти мир, но на самом деле лишь отдаляется от мира и живет не в естественной гармонии с миром, а в придуманном им альтернативном мире, который приводит лишь к конфликту и страданию. Возьмем, к примеру, вопрос с питанием. Будучи обычным животным по строению организма человека, как и все животные, естественно, питался многие тысячелетия, как говорит история, не миллионы лет, наверное, пищей сырой. А потом, благодаря своему разуму, он придумал огонь, придумал готовить пищу, как выглядит опять та же история. И что мы имеем в виду в итоге? Человек обрек себя на болезнь и на болезненное состояние организма. Во всяком случае, на моем примере, когда я начинаю есть сырую пищу, у меня проходят в основном болезни организма. Например, перестают болеть зубы. Когда я ем вареную пищу, у меня начинаются болезни всякие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова